Уважаемые коллеги, здравствуйте! К нам в школу больного туберкулезом приходят вопросы, которые касаются детей и подростков. Первый вопрос. Зачем делать БЦЖ? БЦЖ это прививка, которая делается детям в роддоме на третий-пятый день жизни и является специфической профилактикой от заболевания туберкулезом. Она не предохраняет на 100% от заболевания туберкулезом, но предотвращает развитие тяжелых осложненных форм и летальных исходов. Второй вопрос. У детей первого года жизни, из-за того, что неясно, есть ли какие-то заболевания, неврологические, аллергические, прививки могут высказать осложнение или тяжелые реакции. Почему БЦЖ ставят всем практически детям в роддоме, почему не откладывают вакцинацию хотя бы на месяц? Но я думаю, что здесь связано все-таки с распространенностью туберкулезом и с тем, что новорожденный ребенок не имеет абсолютного иммунитета к туберкулезу, поэтому важность этой прививочки, она в приоритете. Следующий вопрос касается постановки реакции МАНТУ. Врачи говорят, что МАНТУ и Диаскин тест не прививки. Они могут вызвать осложнение как прививки. Нет, это действительно не прививки, это биологические пробы, и они не вызывают таких реакций, как профилактические прививки. В чем разница между МАНТУ и Диаскин тестом? Почему МАНТУ делают до 7 лет? По технике и методике реакции МАНТУ и Диаскин тест абсолютно идентичны. Здесь разница в составе препарата, который вводится при постановке этой пробы. В основе реакции МАНТУ идет вакцинный штамм микобактерий туберкулеза, а в основе Диаскин теста два антигена болезнетворного штамма микобактерий туберкулеза. Что касается детей до 7 лет. Дети до 7 лет, 6-7 лет, они подлежат на ревакцинацию ВЦЖ. И критерием отбора на ревакцинацию ВЦЖ является только реакция МАНТУ. Зачем ежегодно получать справки от птизиатра и делать МАНТУ? Почему нельзя раз в несколько лет, например, при переходе из одного детского учреждения в другое? Если у ребенка нет повода для обследования в противотуберкулезном диспансере, ему нет необходимости получать справку от доктора птизиатра ежегодно. А что касается реакции МАНТУ, либо Диаскин теста, это обязательная процедура, которая делается для раннего выявления туберкулеза. Мой ребенок не ходит в детский сад, зачем ему делать МАНТУ? Любой ребенок имеет право на защиту своего здоровья. Даже если ваш ребенок не посещает детское учреждение, он общается с другими детьми, и ваш ребенок должен знать, что он здоров, и другие родители тоже имеют право знать, что они общаются со здоровым ребенком. Можно ли мочить МАНТУ? Если ребенок, когда моет ручки, к нему попала просто вода, вы промокнули полотенечком, и этого достаточно. А принимать ванну обязательно, такого, конечно, делать нельзя. Я не хочу делать ребенку МАНТУ, какие у меня есть альтернативные варианты. Мы можем поставить, предложить ребенку Диаскин тест, можем предложить обзорно-рентгеновский снимок органов грудной клетки, либо сирологическое исследование, ТИСПОД, либо квантифероновый тест. При проведении вакцинации от инфекционных болезней, родители иногда заранее дают антигистаминные препараты, чтобы минимизировать негативную реакцию на прививку. Стоит ли делать то же самое при постановке МАНТУ для аллергиков? Да. За три дня до постановки и три дня до проверки во всех нормативных документах прописан антигистаминный препарат. Это разрешено и рекомендовано. Детям, контактировавшим с больным туберкулезом, назначают лечение. Да, дети, которые попали в контакт с человеком больным туберкулезом, должны обязательно пройти обследование в противотуберкулезном диспансере, и им назначается химиопрофилактический курс, чтобы они не заболели туберкулезом. Зачем пить химиопрофилактику детям? Не опасно ли? Нет, это не опасно. Здесь цель идет здоровье ребенка, чтобы он не заболел туберкулезом, и дозировки подбираются детские, поэтому здесь опасений никаких не должно вызывать у родителей. Я живу рядом с вашим диспансером. У меня ребенок-дошкольник играет на детских площадках. Это не опасно. Ваши пациенты через забор покидают территории больницы и идут мимо детских площадок. Мой ребенок может заразиться туберкулезом от них? Ну, здесь я хочу сказать, что больные туберкулезом, они находятся не только на территории нашего учреждения, они, к сожалению, распространены, распределены по всему городу. Вы с таким же уверенностью можете встретить больного туберкулезом человека в любом супермаркете, в торговом центре, в кинотеатре, и вы не будете знать. Поэтому обычные правила гигиены, которые вы должны привить своему ребенку, будет достаточно, чтобы ребенок не заразился больного туберкулезом. Если в стране и в городе заболеваемость туберкулезом идет на спарк и такая маленькая, зачем от нас требуют справки с МАНДУ в школе и в детском саду? Ведь и так понятно, что все здоровы. Ну, без постановки туберкулиновых рук, без иммунодиагностики, мы не можем с уверенностью сказать, здоров ребенок или нет. Для ребенка очень важно определить период раннего инфицирования туберкулезом, чтобы помочь ему и не допустить развитие самого заболевания туберкулеза, тем более каких-то его осложненных форм. И что касается справок с МАНДУ, опять-таки, дети, которые не имеют оснований для обследования в противотуберкулезном диспансере, их не направляет общая лечебная сеть или детское учреждение ежегодно на консультацию в тезиатру. Субтитры создавал DimaTorzok